Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Ержан, и я рад приветствовать вас в новой программе Q-Sport. Здесь мы расскажем, покажем и объясним вам все, что касается киберспорта. Да-да, вы не ослышались – киберспорт. Ну что ж, вы готовы? Тогда поехали! PGL Major Stockholm 2021. 24 команды со всего мира боролись за призовой фонд 2 миллиона долларов. 17-й турнир серии Major по CSGO прошел с 26 октября по 7 ноября. В этом году турнир прошел в Швеции. Общий призовой фонд – 2 миллиона долларов. Из шести региональных квалификаций были выбраны 24 команды. Этот турнир – первый мейджор после перерыва из-за пандемии. Разработчик Red Hook Studios выпустили сиквел Darkest Dungeon 2. Какие новинки подготовили разработчики? Расскажем подробнее в следующем сюжете. Вышел сиквел Darkest Dungeon 2, а продолжение популярной ролевой игры 2016 года было объявлено в прошлом году. В трейлере демонстрируются 3D-визуальные эффекты, а также некоторые элементы игрового процесса. Обновленные визуальные эффекты не только улучшают общую анимацию игры, но также позволяют вводить в игру совершенно новые функции. Механика, которая официально упоминается как система Afflection, дала Darkest Dungeon – дополнительный уровень игрового процесса, который оказался новым элементом повествования и построения персонажа. Нам уже интересно посмотреть, как поклонники игры снова встретятся с героями. Крис Редвилд и Джилл Валентайн из Resident Evil теперь появятся в Fortnite. Что ждет игроков в этой королевской битве, скоро расскажем. Capcom и Epic Games вернулись еще одним кроссовером. На этот раз с новым хоррором Fortnite из серии Resident Evil. Крис Редвилд и Джилл Валентайн появятся в королевской битве, в которой культовые персонажи продемонстрируют несколько образов их погружения в зомби-странстве. В дополнение пользователи также смогут получить скины персонажей из Resident Evil Village и Resident Evil 3 Remake. Также в команду набор Stars включена лечебная трава, дубинка, электрошокер и боевой нож. Ранее Epic Games представила скины для Fortnite с персонажами фильма «Дюна». Облики выполнены на основе образов Пола от Рейдиса и Чани, которых сыграли Тимати Шаломе и Зендея. Вышел тизер Epic Legends Побег. Чем отличается 11 сезон от предыдущих? Смотрите далее. Epic Legends переезжает на пляж. Согласно тизерам, новая карта находится на планете Гея и называется Storm Point. В трейлере также показано много нового ландшафта — от гор до джунглей и пляжей. Дикая природа в виде пиви и животных также будут в 11 сезоне. Мы заметили в трейлере некоторых пауков — Prowlers и Crattage. Чтобы игроки могли подготовиться к еще большему количеству врагов. В этом сезоне совершенно новая легенда. Эш отправится в Epic Legends. Она присоединилась к составу 2 ноября. Трейлер дает нам несколько намеков на ее способности. Мы видим, как Эш бросает пилотный нож в мертвое тело. Что, кажется, дает ей информацию о местонахождении других врагов. Ее высшая способность позволяет ей создавать портал. Казах Киберспорт Федерейшн и 1xbet объявили о регистрации на новый сезон Кубка Республики Казахстан по киберспорту. Новый сезон чемпионата обещает быть грандиозным, потому что все игроки будут бороться не только за славу и победу, но и за призовой фонд в 3,5 миллиона тенге. Битвы пройдут в следующих дисциплинах – E-Football 2022, FIFA 22, CS GO и Dota 2. Лучшие из лучших получат возможность сыграть в LAN-финале, который пройдет 14 ноября в Астана IT University в столице. Обновление E-Football 2022 выйдет в ноябре. Почему Konami отложили выход патча? Смотрите далее. Konami отложила выход первого обновления для E-Football 2022, который был запланирован на 28 октября. Теперь разработчики хотят выпустить патч в начале ноября. Об этом компания сообщила в Твиттере. 30 сентября прошел официальный релиз E-Football 2022, однако пользователи стрим раскритиковали игру за графику, малое количество контента, проблемы с соединением и другие аспекты. Друзья, хорошая новость. Скоро для PlayStation выйдет еще больше игр. Уже интересно узнать? Тогда смотрите дальше. 2022 год обещает быть интересным благодаря подтвержденным играм, которые выйдут скоро на PlayStation. Сделаем краткий обзор. God of War выйдет на ПК 14 января 2022 года. В настоящее время Sony готовится к выпуску сиквела God of War 2018 для PlayStation 5. Дата выхода God of War Ragnarok изначально планировалась на 2021 год, но была перенесена на 2022. Оригинальная игра была выпущена в 2018 году. Компания Polygon назвала ее игрой года за ошеломляющие технические достижения и фантастический сюжет. Долгожданное продолжение Horizon Forbidden West должно выйти в феврале следующего года. Через несколько лет после первой игры Forbidden West переносит Элой на западное побережье Америки, где ей предстоит столкнуться с разными врагами и преодолеть новые испытания. После более чем 8-летнего перерыва флагманская франшиза гоночных симуляторов PlayStation Gran Turismo возвращается 4 марта 2022 года. Серия может быть не такой популярной, как Need for Speed, но разработчики заверяют, что она обеспечит вам качественные гонки. Ребята, вы не поверите. Появились зомби на улицах Лондона. Сейчас расскажем подробнее. Жители Лондона ужасно испугались. На улицах появились зомби. Как оказалось, издательство Activision запустило промокомпанию Call of Duty Vanguard, выставив в городе головы зомби. Об этом разработчики рассказали в новом трейлере игры. Команда-создатели таким образом хотели отпраздновать предстоящий релиз Call of Duty Vanguard. Головы зомби оказались аниматрониками со светящимися глазами. Монстры рычали и плевались на людей водой и фальшивой кровью. Релиз Call of Duty Vanguard состоялось 5 ноября. Ранее сценаристы игры заявили, что хотели бы выпустить два продолжения шутера. Fortnite прошел фестиваль мультфильмов в кошмарной метражке. Epic Games анонсировала третий фестиваль кошмарной метражки в Fortnite. Мероприятие пройдет в рамках события Fortnite кошмары 2021. После успеха предыдущих мероприятий Short Night шоу снова вернулось. На этот раз с поворотами семи краткометражных анимационных мультфильмов на тему ужасов. Для этого мероприятия в творческом режиме был построен специальный театр, где каждый краткометражный фильм представлен в собственном уникальном зале. На главном экране в фестивальной комнате показывали все семь краткометражек. Функция картинка в картинке также позволит игрокам смотреть эти мультфильмы во время игры. Отметим, что с результатами турниров по киберспорту и с расписанием вы можете ознакомиться на сайте и в приложении 1xbet. Ну что ж, дорогие зрители, это была программа Q-Sport и я ее ведущий Ержан. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok